Сегодня в нашу редакцию поступил звонок. Работникам ПТП выдали аванс 5000 рублей. Напомним, в начале недели сотрудники предприятия за помощью обратились к прокурору города. Заработную плату им не выдают с ноября. Кроме того, полностью обесточить предприятие грозятся энергетике из-за долгов. Сегодня ситуацию на ПТП прокомментировал генеральный директор предприятия. Отключать электричество у главного переводчика города не будут. Об этом сообщил сегодня генеральный директор северодвинского ПТП Константин Старцев. На самом деле была задолженность перед архангельской сбытовой компанией. Мы встречались в начале недели с Кустовым, Валентином Васильевичем. И представили график погашения задолженности. То есть до конца месяца вся задолженность будет выплачена именно с бытовой компанией. Другов по электричеству не будет, отключения тоже. Деньги энергетикам выплачиваются каждый день, согласно графику. Кроме того, на сегодняшний день работникам ПТП полностью выплачена зарплата за ноябрь. Частично погашена задолженность за декабрь. По словам генерального директора предприятия, до середины февраля все долги по оплате труда работникам будут закрыты. По профсоюзным взносам ситуация сложнее. Делаем все, чтобы заплатить профсоюзные взносы на сегодняшний день. И именно выполнить решение суда. Но согласно закону о банкротстве, статья 134, банки не пропускают эти платежки. Платежки были отвезены в банк, они не прошли. Главный кредитор ИП Фоминка расторг договор с Северодвинском ПТП об аренде 40 автобусов. Теперь их арендует другое транспортное предприятие. Им также сдается площадь на территории ПТП. Руководство подчеркнуло, деятельность частной фирмы ущерба северодвинским транспортникам не наносит. Они получают маршруты на общих основаниях. Например, автобусы частной фирмы работают по распространенным маршрутам номер 10 и номер 15.